Все, что у меня, это негативные думки. Поскольку будем обсуждать основные сюжетные моменты, берегитесь спойлеров. У какого киношного или телевизионного злодея, по-вашему, самая печальная история происхождения? Напишите об этом в комментариях. Номер 10. Джейми Ланнистер. Игра престолов. Джейми Ланнистер утвердился в статусе злодея в самом первом эпизоде Игры престолов. После того, как его застали в пикантной ситуации с собственной сестрой-близнецом, он столкнул ребенка из окна башни и не выказал ни малейшего раскаяния. Тем не менее, когда мы узнали его получше и увидели, как он пережил несколько унизительных событий, мы начали находить оправдание его плохому поведению. Пребывание Джейми в качестве королевского гвардейца при Эйересе II было довольно травмирующим. То, что его заклеймили как предателя-убийцу в подростковом возрасте, должно быть очень больно, особенно когда он по праву должен был получить титул спасителя. Хорошие поступки Джейми не отменяют множество плохих, но все же его можно пожалеть. В первых фильмах о Гарри Поттере профессор Снэйп делает все возможное, чтобы унизить нашего юного героя. Мистер Поттер, наша новая селебида. Однако, чем больше мы узнаем предысторию Снэйпа, тем больше понимаем его гнусность. Драка Малфой иногда вызывает жалость, но если сравнивать злодеев, то его проблемы не идут ни в какое сравнение с проблемами Снэйпа. Преподавателя зелья варенья воспитывал жестокий отец, а в школе его нещадно мучили. Позже он потерял безответную любовь всей своей жизни и был вынужден жить с чувством вины за причастность к ее смерти. Находясь в бесконечном подчинении у Дамблдора, он пытался искупить свою вину, но все равно провел свои последние дни презираемый всеми. Нет, Снэйп не был заинькой, но мы не думаем, что он заслуживал всего этого. Номер 8. Эрик Килмонгер, Черная Пантера Кто-то назовет его террористом, кто-то борцом за свободу, но антагонист Черной Пантеры чувствует себя и тем, и другим. Эрик Килмонгер был брошен в детстве, после того, как его отца убил родной брат, король Ваканды. Впоследствии он сделал миссией своей жизни свержение власти своего двоюродного брата Чалой. Однако его конечной целью было освобождение людей африканского происхождения по всему миру. Эрик опасный человек, но внутри него, причем не очень глубоко, маленький заблудший мальчик. Даже его враги видят, что он не играет злодея, он борется за дело, в которое страстно верит. Да, его пришлось остановить, но мы рады, что он успел увидеть закат перед смертью. Просто уберите меня в океане, с моими родственниками, которые прыгали из корабля. Потому что они знали, что смерть лучше, чем бандит. Номер 7. Дарт Вейдер. Франшиза «Звездные войны». Дарт Вейдер – квинтэссенция злодея старой школы. Но под Маской он все еще человек. Просто помогает мне спасать жизнь Падмэ. Я не могу жить без него. На протяжении всей истории его становления мы наблюдаем, как Энакин Скайуокер растет, страдает и борется с тьмой внутри себя. Однако еще до приквелов было много поводов для жалости к человеку в маске. В «Возвращении джедая» отец Люка совершил много плохих поступков. Там были и пытки, и убийства невинных, и даже маленький геноцид. Но ему больно, и вы знаете, что он хотел бы, чтобы все было по-другому. Дарт Вейдер, возможно, переступил слишком много границ, чтобы заслужить счастливую жизнь. Но никогда не поздно раскаяться. В итоге он умирает достойной смертью. Помогите мне взять эту маску. Но вы умеете. Никто не может остановиться сейчас. Я не люблю страдать людей. Он никогда не вписывается в ряды хороших парней и постоянно отступает в свой маленький темный мир. Но ведь он бог хитрости, а озорство – это его ремесло. Однако именно статус изгоя делает Локи таким симпатичным. Приемный сын, он всегда был в тени своего золотоволосого брата. А его сильные стороны – остроумие и колдовство – не ценились в Асгордском обществе. Кроме того, он верил, что ему суждено стать злодеем, что привело к самоисполняющемуся пророчеству. Сложный и непостижимо обаятельный он стал любимцем фанатов, несмотря на свои подлые поступки. Номер пять. «Мегамозг. Мегамозг». «Избранный» – популярный прием в фильмах о супергероях, но роль антагониста часто кажется столь же предопределенной. Фильм «Мегамозг» играет с этой идеей, представляя нам главного героя, который вырос злодеем, несмотря на то, что на самом деле является довольно милым парнем. «Что с тем, что ты просто говорила, о том, что вы считаете книжку по их коверам?» Оказавшись в тюрьме и подвергаясь издевательствам в школе, «Мегамозг» в итоге решает стать злодеем, которым все его считают. «Если я был плохой, то я был бы плохой у них все.» С такой выразительной внешностью, как он мог быть кем-то другим. Однако после победы над своим заклятым врагом-метроменом, «Большой синий злодей» обнаруживает, что он одинок. Вынужденный создать нового противника для борьбы, он невольно становится героем, и, честно говоря, это подходит ему гораздо больше. Номер 4. Круэлла де Виль. Круэлла. Образ Круэллы де Виль неуловимо меняется с каждым новым пересказом ее истории. В романе Доди Смит она – декадентская лондонская наследница с мужем-меховщиком. В последующих адаптациях она потеряла супруга и сделала карьеру в мире моды, но осталась такой же злой, как и прежде. Однако в новом воплощении героиня вызывает гораздо больше симпатии. Мы действительно пытались быть Эстеллой, которую вы хотели. В основном. Эмма Стоун сыграла роль Круэллы, которую дразнили в школе из-за ее необычной прически, а затем она осиротела из-за стаи злобных далматинов. Юная Круэлла отправляется на улицы Лондона, но вскоре становится сказочной модницей, и она даже не носит настоящий мех. Персонаж остается самопровозглашенной, плохой девочкой и такой же эксцентричной, но мы бы не назвали ее жестокой. Я возьму это от сюда. Но Круэлла была жива. Все хорошо, мы должны поставить музыку или что-то. Как в состоянии. Номер 3. Принц Зуко. Аватар. Легенда об Аанге. По словам одного из критиков, это лучшая арка искупления в истории телевидения. Путь принца Зука от безжалостного антагониста к верному члену команды это нечто прекрасное. Я знаю мою собственную дистину, дядя. Это ваша собственная дистинуя? Или это дистинуя, что кто-то другой пытался на тебя? Его представляют как злодея, но вскоре мы понимаем, насколько велик геройский потенциал Зука. За то, что Зука заступался за других, его изгнали из королевства. Он даже был вынужден сражаться с собственным отцом и пожертвовать своей честью. На протяжении поиска Аватара Зука проверяет свое понимание добра и зла. Как и кувира из спин-оффа сериала «Легенда о Коре», Зука постепенно принимает то, что он один из плохих парней и начинает меняться. В оригинальном мультфильме «Спящая красавица» Малефисента действительно очень злобная сударыня. Злая до мозга костей, она наслаждается тем, что проклинает младенцев и мучает принцев и родителей. Однако в приквеле антигероиня получает предысторию, которая вызывает сочувствие и причину для мести, не имеющую ничего общего с пропавшим приглашением. Преданная королем Стефаном, которого она когда-то любила, Малефисента переходит на темную сторону, но никогда не позволяет ей полностью овладеть собой. Даже исполнительница главной роли Анджелина Джоли назвала свою героиню «немного сумасшедшей, чрезвычайно энергичной, немного злой, с большим чувством юмора». Здесь она менее жестока и более уязвима, и хотя нам нравится пантомимное злодейство оригинала, мы также можем оценить тонкости фильма 2014-го года. Я не буду спрашивать твоего извинения, потому что что я делал тебе, это неизбежно. И прежде чем мы представим наш номер один, вот несколько достойных упоминаний. «Песочный человек», «Человек-паук-3», он делал всё, чтобы помочь своей больной дочери. Злому доктору пришлось столкнуться со злыми детьми, плохими родителями и воздушным шариком в качестве лучшего друга. Сью Вэн Ву, «Шан-Чи и легенда Десяти колец». Он стал могущественным ассасином, чтобы отомстить за убитую жену. Регина Миллс «Однажды в сказке» Брак по принуждению и разбитое сердце превратили её в злую королеву. «Мама, почему ты делала это?» «Потому что это твоё счастье счастье». «Что?» «Джокер» бывает в разных обличиях, и в каждой версии этого персонажа есть немного грустного, смешанного с плохим и безумным. Из всех фильмов, в которых фигурировал этот жуткий персонаж, пожалуй, ни один не заходил на территорию измученного злодея больше, чем «Джокер» 2019 года. Как первый фильм, посвященный исключительно печально известному антагонисту, он глубже погружается в психику персонажа, рисуя его как человека, находящегося в тисках психического расстройства. Артур Флэг, он же Джокер, в начале фильма работает клоуном и неудачником стендап-комиком. Он также страдает от неконтролируемых приступов смеха, вызванных неврологическим заболеванием. Подвергшись издевательствам и нападению бандитов, Флэг совершает своё первое убийство, закладывая основу для падения в нигилизм и безумие. А вы согласны с нашей подборкой? Дайте знать в комментариях, зацените другие ролики на канале и не забывайте ставить лайки и подписываться на WatchMojo, чтобы не пропустить свежие видео, они уже на подходе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...